так друзья дальше нам понадобится образ ubuntu я предлагаю ubuntu 18045 lts и почему да потому что это самая стабильная версия ubuntu на мой взгляд с другими есть какие-то особенности там меня лично были проблемы при установке бунты 2004 и других а более новых на допустим виртуальной машине ну да ладно другая тема предлагаю скачать ubuntu 18045 вполне себе а значит выбирайте ссылка в описании это официальный сайт release subuntu.com выбирайте desktop image 64 бит нажимаете и скачивать выбирайте место у меня уже скачано и весит файл из образа subuntu 2 гигабайта и так взять дальше берем флешку мне на 16 гигабайт но подойдет и на 4 гигабайта это не windows 10 значит вставляем флешку как я сейчас и запускаем нашу программу и не будут и значит давай открываем кстати друзья кстати внимание перед тем как создать закрученную флешку отформатируйте флешку потому что и не путин сам не форматирует флешку понимаете да то есть нажимаете правой кнопкой вот у меня одна только флешка езды юсби а выбираю форматировать тут форматирование выбираем fat32 точнее по умолчанию fat32 и быстрая очистка все соглашаюсь окей быстро буквально таки все происходит форматирование завершено ну и значит переходим к нашей программе и не путин вот когда мы открыли не надо устанавливать просто жмакаем на файл два раза вот он нас есть дальше нажимаем на три вот эти точки показываем из образа юни бутину ну вот опять же 18045 вот она версия 2 гигабайта 142 мегабайта весит дальше выбираем носитель но видите у меня только один а тут не ошибусь вот он соответственно вы не ошибитесь чтобы у вас не было каких проблем нажимаем ok ну и вот собственно все начинается создание загрузочной флешки нам остается только надеяться точнее хочу надеяться нам просто подождать надо все ждем что-то тебя загрузочная флешка создана но теперь нам надо ее правильно извлечь нажимаем правый нижний угол вот она флешка правой кнопкой извлечь лучше так будет лучше и велика вероятность что она не поломает так друзья я ставил флешку и перезагружаю наш ноутбук итак чтобы зайти в bios нажимают дэлиты f2 не знаю потому что какое-то какая там по моему длить все-таки но это не точно ну и захожу в путь и выбираю чтобы наш сандис был на первом месте значит ну вот он уже есть на первом месте по моему здесь и в 5 и в 6 чтобы перетащить да вот он на первом месте захожу в exit и exit 7 changes выбираю ну и после чего начнет сейчас загрузка установщиков бунты так после чего выбираем не стал у бунту это вторая строка сверху нажимаем enter ну и приступаем к установке у бунту уже взять дальше выбираем русский язык пускаемся ниже выбираем русский выбираем продолжить еще раз продолжить здесь подключаемся к нашей вай фай сети после чего выбираем продолжить тут обычная установка и так далее после чего выбираем другой вариант нажимаем продолжить ждем некоторое время и так для дальше ищем наш 20 гигабайтный диск вот он 21 гигабайт собственно два раза на него нажимаем левой кнопкой после чего использует раздел и xt 4 и xt 4 вот как видите и . монтирование просто выбираем вот этот вот слэш нажимаем ok идет время нас предупреждает но мы нажимаем продолжить ждем после чего друзья наш диск стал давайте поищем его вот он и он стал типа xt 4 ставим вот здесь вот галочку ну блин зачем я убрал и ставим еще раз галочку и выбираем установить сейчас выбираем продолжить ну и ждем некоторое время еще раз москва ну у нас часовой пояс пояс московский поэтому выбираем нажимаем продолжить после чего выбираем имя так и создаем какой-нибудь пароль ну пускай у нас будет какой-нибудь пока простенький пароль так ну еще раз его так его давайте еще упростим ну и можем выбрать требовать пароль не требовать можно входить систему автоматически вот поставить галочку и нажимаем продолжить ну и после чего у нас идет установка и так друзья установка завершена чтобы начать использовать новую систему требуется перезагрузить взять перезагружаем и достаем нашу флешку вот в этот момент достаем ее после чего посмотрите у нас здесь теперь есть выбор либо windows запустить либо ubuntu но мы выбираем ubuntu она устанавливается ну вот собственно друзья и все ubuntu установилась все работает все отлично давайте проверим браузер как работает вот эта страница всегда меня раздражала в начале